здравствуйте в эфире программа окна города в студии для вас работают анна руда и ярослав чичин путешествие одно из самых классных удовольствий которые так может быть могут быть на свете и то что объединяет нас сами это то что мы готовы тратить деньги на все что угодно но на путешествие мы готовы тратить их не задумываясь и сегодня у нас будет возможность обсудить путешествия с людьми которые работают в туриндустрии узнать что же скрывается за этим понятием туриндустрия и в принципе задать какие-то вопросы которые касаются путешествий возможно мы их не раскрыли до конца с они еще для себя и нам помогут в этом наши сегодняшние гости и так у нас студии татьяна сьянова начальника дела розничных продаж интер сити ольга стёпина руководитель офиса города гродно ирина дайнакова руководитель направления болгарии добрый вечер слушайте давайте я сразу начну с такого немножко с ложки дегтя я человек который склонен читать что туриндустрия себя исчерпала давным-давно потому что люди уже давно могут заказывать билеты сами находить себе отели и платить за это гораздо меньшие деньги но в этом году я впервые поехал по путевке и максимально кайфанул ни капли не задумываясь о том как это все будет логистически сделано ни капли не задумываясь о том насколько хороший отель будет или нехороший потому что мне пообещали что будет хороший я прям получил удовольствие скажите мне насколько существует сейчас какой-то спад в туриндустрии вы знаете на самом деле вот эти вот баталии дискуссии по поводу того что есть самостоятельный туризм и есть организованный туризм они ведутся давно конечно есть люди которые очень любят сами себе делать туры упаковывать услуги и сами их контролировать но также как всегда остается большая часть наших туристов которые очень любят купить готовый тур получить гарантии своего оператора на то что все услуги которые в туре ему будут оказаны прилететь и наслаждаться отдыхом и более того конечно будем говорить откровенно туры по массовым направлениям да такие условно турции египет болгария черногория то есть там где присутствуют чартер билеты в пакете они всегда выгоднее чем если вы будете самостоятельно собирать вот этот вот безусловно в турции вообще невозможно если регулярной нету прямой то есть и чартеры ставятся допустим в ту же болгарию бар на бургас только на лето вот и получается что но по-другому туристы не могут туда попасть то есть либо у нас покупается билеты они сами там покупают проживание но в пакете это выгодно хорошо а есть какая-то прослойка возрастная то есть может быть это люди за пределами какой-то возрастной нормы я не знаю за 30 или до этого знаете давайте будем говорить откровенно больше к самостоятельному туризму склонна конечно молодежь они хотят себя попробовать реализовать но они потом женятся у них появляются дети к радости они вспоминают про пакетные туры потому что все таки вот я знаю что они летала в болгарию да вместе с детьми все-таки купить пакетный тур для семьи это намного выгоднее ну и поэтому прослойки нету но и в то же время можно сказать что люди постарше тоже но хотят попробовать свои силы и сами организовать себе ту ради бога а потом как правило да абсолютно верно ну вот это тоже статистика пока мы оставим тему болгарь наш у нас к не будет отдельно этап расскажите нам пожалуйста вот я вижу у вас и как девушка не могу не обратить внимание и вижу вот эту бабочку скажем даже это какой-то символ до символ чего значит это наш символ нашей компании компании интер сити лет 8 назад мы провели ребрендинг и одна из компаний нам посоветовала выбрать бабочку как символ нашей компании да с одной стороны бабочка у всех ассоциируется с летом это воспоминание о солнечных днях об отдыхе такую радость позитив несет с другой стороны бабочка это такой символ легкости и движения соответственно слога нашей компании интер сити интер сити это легкость путешествия с нами путешествовать легко воздушно и красиво раз уже заговорили о ребрендинге 8 лет вы сказали это прошел значит у нас есть мы подводим медленно к тому что у нас есть розыгрыш у нас не просто так здесь лежат вот эти три ярких пятна это матрасы которые вы дорогие телезрители можете сегодня выиграть позвонив нам по телефону 48 0 1 48 и для этого вам нужно будет ответить на несколько вопросов татьяна задайте пожалуйста первый я задаю первый вопрос компания интер сити была основана точнее так первый офис компании интер сити открылся 1 марта а вот какого года я бы хотелось чтобы наши телезрители отгадали и получили за узнали и отгадали и получили за это приз это только 1 это тирок раздаст всего сегодня будет три вопроса поэтому дерзайте мы будем вопросы на матрас насколько я понимаю на фирменный матрас вы прошу заметить я честное слово думал что это майки между прочим на нет нужно и плавать и загорать хорошо у меня тут цифры какие-то которые меня привозят просто в шок 13000 16 отелей в 36 странах это правда это правда какая страна ваша самая любимая расскажите сказать честно я очень люблю тунис я этого не скрываю мы только что за эфиром говорили наоборот о том что тунис как мне кажется то что я слышал это просто понимаете вы слышали это было субъективное мнение того человека которого слышали например мнение моё и моей семьи скажу честно я люблю тунис если мне сразу спросят какая страна да я голосую за тунис милая коллега ваше мнение мнение безусловно тунис вот видите на самом году в сентябре в тунисе очень замечательная страна колоритная аутентичная вообще а что привлекло вот в плане архитектуры я не знаю люди отношения разница вот культур туниса вот многие позиционируют например сравнивают с египтом и турцией на самом деле она более европейская страна так как это бывшая колония франции вот очень много французов отдыхает также белорусов украинцев то есть но нашего наших посоветского вот достаточно большие территории у отелей песчаные пляжи пологий вход в море самое главное то что еще оборудование на пляже зонтики шезлонги они всегда в стоимость входят качественное питание так как мы например сотрудничаем с сетью отеля новостаров и они больше делать уклон на русскоязычных туристов так как там а в основном работают русскоязычные персонала а вот то есть и кухня идет более привычно для наших туристов есть мясо есть и супчики и кашки и борщи да можно ну такого прям акклиматизации чтобы вот вы прилетели и было непривычно для вашего жутка такого нету у нас вообще ищет только борщи обычно вы знаете что тунисские пляжи это такой белый и мелкий песок и вот если вы пробовали крахмал иногда так он так хрустит в кулинарии женщина в любом случае наверно так вот так хрустят тунисские пляжи а море море замечательное море с пологим в ходу как раз вот очень хорошо и для детей она чистое бирюзовое прекрасно можно любоваться и закатами восходами что рекомендуете это первая страна которую я давно очень когда пришла в туризм это моя первая страна которую я продавала а вот поэтому бога это звучит очень диктаторский я понял да вот и мне очень нравится испания вот это побережье которая коста браво дорадо которая вокруг барселоны но и и грузия вот эти вот три страны расскажите мне про грузию сейчас будет такой эгоистичный момент потому что я собираюсь поехать в грузию давайте сделаем так чтобы я поехал по туру по путевке они своими продать а нам грузию в конце концов что да я вам расскажу что предлагают компании интер сити хорошо мы предлагаем не только отдыха в батуми у нас там есть уже свои проверенные отели и на самом деле это очень важно мы берем блоки мест нам дают очень хорошие цены на эти отели и многие отели которые мы берем под гарантию мы берем полностью все отели и вы не встретите их в букинге и берем с высоким рейтингом отеле вот это первое второе мы на майские праздники делаем экскурсионный тур отбилиси батуми а вот и еще у нас будет летом четыре тура это с комбинированной с отдыхом на море то есть при прилет в тбилиси мы смотрим там экскурсионку и потом отдых батуми вот это наиболее популярные натуры потому что туристы ну вы смотрите страну заранее приехав потом уже просто отдыхают вот но в принципе есть люди которые да которые во время отдыха берут экскурсии то есть по вылет из минска конечно да мы берем блоки как на самолет и это ночные перелеты и в стоимость тура у нас включено как раннее заселение так позднее выселение то есть туристам ничего не надо доплачивать и они не будешь чемоданами там мы стоят сидеть уфа и насколько дорогое это удовольствие если сравнить тоже турции и но вы знаете там во первых нету отели все включено только на завтраках потому что там очень много ресторанов кафешек и конечно будучи там хочется все это отведать то вот эту грузинскую кухню вот во вторых там надо смотреть что там галька там крупная галька поэтому маленькими детьми туда точно не поедешь вы знаете что с маленькими если они любят строить песчаные замки то нет конечно вот а если вы любят кидать камушки то туда да потому что там именно плоские вот поэтому напоминаем 48 01 48 это номер телефона нашего эфира если вы вдруг собираетесь поехать в грузию испании или куда-то еще вам понадобится матрас у нас есть три прекрасных матраса которые доставлены тому человеку который правильно ответить на вопрос сколько лет компании интерсити когда она появилась и собственно с каких пор существует а прямо сейчас мы предлагаем вам посмотреть небольшое видео опросы узнать куда же собираются гродненцы этим летом а вы уже задумывались над летним отдыхом может куда-то планируете собираетесь поехать но задумывалась но пока еще не решила а вот когда обдумаете мысли вы будете обращаться в турфирму за какой-то путевка уже всем скажем так подготовленным или сами будете планировать наверное сама может вы уже планировали как-то свой летний отдых куда выбраться какое-то путешествие не задумывались еще не это земля точно не задумывался не знаю может на велосипедах куда съездить по беларусь а вот если куда-то далеко там другую страну как-то путешествие в этом фирме вы обратились этом я снова езжу да уже планируем а вот куда собираетесь здесь беларуси все а может если там выезжали до заграницу вы там сами все выбираете вы objetos фирмам обращайтесь нет обычно к друзьям езжу если за границу поэтому турфирм и пока не нужны планируем на море поехать 2 а сами собираете маршрут или обращайтесь турфирма в турфирму А почему? Какие у вас к ним вопросы, претензии? Что вам нравится? Почему выбрали турфирм? Пожелания, потому что учитываются разные, то, что хочется. Ты планируешь уже летний отдых? Как-то задумывалась, куда, что будешь делать? Может, это путешествие уже задумывала? Ну, я учусь за границей, и я планирую приехать сначала в Беларусь, провести время со своими родственниками, а потом, может быть, с друзьями куда-то поехать за границу. А вот если там куда-то выбрала путь, ты обращаешься к турфирмам, берешь какой-то там тур, или сама все планируешь? Покупаешь билеты, выбираешь места? Ну, я планирую не через турфирму, а самостоятельно. Возможно, да, с родителями куда-то, но в основном мы путешествуем на машине и выбираем обычно кемпинг или что-нибудь такое, поэтому, да, если про турфирму, то мы обычно сами все выбираем. А вот почему? Есть какие-то предрассудки по поводу турфирмы? Ну, не знаю, как бы, турфирмы это обычно, ну, как у меня представление, это какой-нибудь отель, потом экскурсии, потом еще что-то. А мы вот любим природу, и вот, чтобы ни от кого не зависеть, и куда нам хочется, да, мы едем. С семьей. А куда? Петербург. О, а вот вы сами все выбираете, планируете ли к турфирме, какой-то тур? Нет, все сами, мы любим сами все делать, своими руками, ногами, и у нас желание, энтузиазм, просто, слава богу, много. Когда выбираете там путешествовать, вы сами предпочитаете выбирать там путевки, все искать или обращаться в турфирму? Ну, я обычно советуюсь с друзьями, близкими. А в турфирму не обращались, не было такого? Нет, не было такого. А есть какие-то там предрассудки или просто не было случая? Не того, не, не было. Вы задумывались уже над летним отдыхом? Может, планировали что-то, какое-то путешествие? Не, ну, конечно, хотелось бы. А вот если бы вы все-таки решили, куда ехать, вы бы в турфирму обращались за путевкой или все-таки сами все искали, планировали? Нет, в турфирму. А почему, в чем преимущество? Ну, страшновато. А вот задумывались уже над летним отдыхом? Может, куда-то хотите съездить, какой-то путь выбрали, цель? Как денег насобирают, так будут цельные вещи. А вот вы, когда насобираете денег, в турфирму обратитесь или будете сами все ставить? Время покажет, в зависимости от денег. На родине будем отдыхать. А на море никуда в далекие страны не хотите? Нет. Лучше всего дома. А может, если там какой-то был уже опыт путешествия, или вот вы решите внезапно, вы бы в турфирму обратились, или все-таки сами все составляли, весь маршрут? Наверное, лучше в турфирму. А вот почему? Наверное, надежнее. Уже точно знаешь, когда едешь. Да, планируем, очень муж настаивает. А куда хотите? А вот, думаю, в Грецию, наверное, скорее всего. А вот вы сами будете маршрут планировать полностью или в турфирму? В турфирму. А вот почему все-таки турфирма, а не сами? Ну, потому что нет такого опыта самостоятельного путешествия, а так все-таки надежнее. На море, может быть, да. А вот в турфирму бы обратилась за путевкой? Да, в турфирму. Почему? Ну, это намного удобнее и, ну, меньше заботы. Турфирма надежнее, уверенны наши зрители и опрашиваемые. Так ли это? Будем разбираться. Татьяна, расскажите, пожалуйста, раннее бронирование. Вот уже можно? Вот уже январь, февраль? На самом деле, раннее бронирование по некоторым направлениям стартует в ноябре месяце. И, соответственно, лучшие цены на отели отельеры дают до начала декабря. Но раннее бронирование длится до марта. Конец марта – это официальное окончание раннего бронирования. Небольшую часть отеля продлевается до апреля. Но самое главное, какие преимущества имеют люди, клиенты наши, когда покупают туры на раннем бронировании. Первое – они сами выбирают тот отель, который им подходит по их пожеланиям и по их условно требованиям. Почему? Потому что хорошие отели, которые завоевали свой уровень, подтвердили качество свое, они чаще всего проданы на летний период. Поэтому лучше это делать заранее. Второй момент мы предоставляем у нас компании – есть беспроцентная рассрочка. То есть достаточно внести первоначальный снос, который варьируется в зависимости от того стандарта, тарифа, по которому вы будете бронировать. И, соответственно, оставшуюся часть вы уже можете внести за 45 дней до вылета. Что очень удобно. То есть вы получите лучшую цену, вы выберете свой отель, тот, который вам нравится, и вы получите возможность рассрочки. Цифры. Сколько мы можем сэкономить, если потратим? Вы же понимаете, людей волнует. Я вот эти дам даже 10%, 20%. Да, вы знаете, когда вы часто видите вот такую рекламу, что раннее бронирование, скидки там до 50%, до 40%, вы должны понимать первое, что это идет скидка на отели. Отельеры нам предоставляют скидку вот 50, 30, 20. Чем ближе к окончанию раннего бронирования, тем скидка получается меньше. Но на самом деле, я хочу вам сказать, когда начиналась раннее бронирование на Тунис, попрошу заметить, стоимость, например, составляла, я буду говорить в условных единицах, на двоих человек, на 11, значит, 900 долларов. Это был отель высокого уровня, по системе все включено. Это не кисло, да. Да, в настоящий момент, вот уже второй этап раннего бронирования, он уже стоит 1600. То есть, понимаете, разница есть. Разница колоссальная. А у нас есть звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Я думаю, в турфирме 25 лет. Это прекрасно. Вы правильно думаете. Вот один из этих матрасов уже в башне. Кладите, пожалуйста, трубочку и расскажите. Да, скажите, куда вы поплывете на нем. С задержкой. Наверняка в Тунисе будет человек. Конечно. В Тунисе у нас уже сегодня красный нитик и красный матрас. Я еще раз повторю, что первый офис компании Интерсити был открыт 1 марта 1995 года. И в этом году, 1 марта, нас ждет грандиозная программа. Мы будем праздновать 25 лет нашей компании. Будем праздновать это весело, задорно, всем коллективам. Мы уже готовимся. Мы с вами проведем это. Скидки будут для ваших новых клиентов, которые придут в честь юбилея какие-то. Мы пока с открытием офиса в городе Гродно. Мы проводим сейчас акцию. Об акции расскажет Ольга. Сейчас у нас проходит акция с 14 февраля по 14 апреля. При покупке любого тура в компании Интерсити, мы находимся в городе Гродно, улице Карломаркса 7, всем подарок это будет наш фирменный матрас. Так что есть еще возможность. И получим цену сейчас. Пока еще у нас раннее бронирование. Матрасы у вас неплохо запаздывают. Мы запускаем такие акции, когда открываем новые офисы. А планы у нас большие. У нас, кстати, следующий вопрос. Раз уже один матрас уходит из нашего, задайте, пожалуйста, второй вопрос. Какая страна стала первым авианаправлением компании? Если вы догадаетесь, звоните по номеру 480148, отгадывайте, собственно, и получайте второй матрас. Возможно, следующим авианаправлением у вас будет что-то морское. Скажите мне, пожалуйста, вот есть такое, не поверьте, я хотел использовать это слово, но, наверное, неправильно. Есть такой стереотип, что люди, многие, к сожалению, наших славянских корней, это не касается ни в коем случае какого-то расизма или еще прочего, но они хотят отдыхать там, где русских нету. Потому что русские всегда являются синонимом того, что балаган, пьянка и прочее, прочее. Есть ли такое у вас, когда к вам люди обращаются? Знаете, что я хочу вам сказать, что касаясь всех славянских национальностей, белорусы на их фоне выглядят всегда очень достойно. И в отеле всегда можно видеть, я не скажу, что они там тихие, но они уважают традиции народов тех стран, где они отдыхают, и это сразу чувствуется, то есть вот проскальзывает. То есть каких-то неприятных историй у вас нет? Я скажу честно, за всю мою долгую историю работы в туризме у меня не было никаких случаев буйства наших белорусских туристов в отелях. Это всегда уважение, это всегда хороший спокойный отдых, то есть люди приезжают отдыхать. И гиды, кстати, вот тоже отмечают, и принимающая страна всегда наша, что белорусские туристы самые достойные и самые желанные на курорте. Скажите, Болгария, это все-таки традиционно самое такое желаемое направление для белорусов? Или все-таки Турция выходит на первое место сегодня? Вы знаете, Болгария, ну, во-первых, вы сами говорили, да, очень хорошая мягкая климатизация, да, для взрослых детей. Три раза я была в Болгарии, три. Во-первых, там из-за того, что не такое соленое море, там для вот детской кожи очень-очень хорошо, то есть никаких пощипываний и так далее. Во-вторых, вот эти песчаные пляжи с очень пологим входом в море, вот, кухня, потрясающая кухня. Ну, еще белорусов очень любят, болгары очень любят, правда, белорусов и очень комфортно относятся. Опять же, про кухню это мясо, то, что очень многие хвалят. Это мясо, это много овощей, вот, знаменитый это шопский салат, да. Это все вот такая вот... Господи, я вспоминаю, это было каждый день уже, я просто не мог смотреть на него. Вы знаете, это вот такая вот экологически-безупростая, экологически-безупречная кухня. Поэтому, но я позиционирую Болгарию вот как направление не только морское. То есть это древнейшая страна, поэтому здесь очень-очень много интересных мест. И когда мы, я как отвечаю за работу с агентами, вот, мы проводим очень много вебинаров, семинаров с ними, рекламных туров. И мы показываем не только отели, но мы показываем страну, мы показываем древние храмы, мы показываем вот эти городки старинные, мы показываем экскурсию, там, вот, сбитые камни, может быть, вы в районе Варна видели. Вот, чтобы, потому что агенты, знаете, они посещают страну, каша в голове, да, один отель, второй отель, но у меня четко простроено все, то есть мы с ними повторяем потом каждый отель, чтобы они не забыли. И они должны сначала влюбиться в страну, а отели, как бы, уже потом, если что, они нам звонят в офис, мы им подсказываем, какой лучше выбрать, для какой семьи. Поэтому вот в этом плане в Интерсити идет тоже огромная работа, чтобы наши агенты были информированы, чтобы они качественно продавали продукт наш. Каждый раз, когда вы говорите, чтобы агенты были информированы, у меня какое-то ФСБ сразу всплывает на голове. Это тур агенты на всякий случай. Мы называем бизнес-партнеры, на самом деле. Давайте, так, на конкретном примере. Я была два раза в Солнечном берегу, один раз Несебр. Несебр – это, конечно, безусловная любовь, но вопрос, вот, когда стал, куда поехать еще? С Озополь вроде как не очень хочется, то есть, мне кажется, прекраснее Несебр вообще ничего. Вы имеете в виду с детками, да? Да, 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 да. Куда поехали? Потому что это главный вопрос, вы знаете, что Болгария – это есть закрытые комплексы, есть города, курорты, вот, где вы были, в том числе, и в Несеболе, и есть курорты. Поэтому очень важно, чтобы тур агенты и наши менеджеры, они всегда спрашивали, да, какой состав, где они были до этого, да, их предпочтения, это очень важно. И если вы с детьми, великолепное – это Албена. Вот это курорт номер один с детками. А что там есть такое для детей, чего нет в Несебрес-Солнечном берегу? Там аквапарки-то, это же, и там есть чушь. Да, то же самое, да, то же самое, аквапарки, но там это закрытая территория, очень зеленая. Ну, закрытая территория, и где же это, чтобы 19 дней ходить вокруг вот этой территории, мне кажется, Болгария, это прекрасно, что можно. Вот, Аня, вы знаете, что, и это тоже очень важный вопрос, который должны задать, то есть как вы хотите, то есть вы любите прогулки, либо вы хотите сидеть в своем отеле, то есть, и поэтому, допустим, курорт Дюны, потрясающий курорт, один из самых дорогих и самых, значит, качественных. Но вы можете встретить негативные отзывы, знаете, какие? Некуда было выйти. То есть, когда продавали этот курорт, не сказали, что ближайший городок Созополь, до него добраться только на такси. Ну, так это же Дюны, название же заложено. Вот, а вы понимаете, вот поэтому очень важно, как продают. То есть, если вы скажете, что вы любите прогулки, вам надо набережная, это солнечный берег, вот, золотые пески. Там тоже есть отели, которые не в гуще событий, а немножко на периферии, то есть вы отдыхаете в тишине, но всегда в шуб вы сможете выйти. Насколько наши люди все-таки заинтересованы в том, чтобы не просто сидеть в отеле или купаться там на море и выпивать фри-бар, а в том, чтобы посмотреть что-то? Вы знаете, что хочу сказать, что, честно говоря, спрос есть. Поэтому сейчас по очень многим направлениям мы поставили несколько программ. Есть программы пляжного отдыха, есть программы с экскурсионными, уже с включенными экскурсионными маршрутами. И тут уже турист, он может выбирать сам. Либо это один-два дня экскурсия, либо, например, там, три-четыре дня. То есть, в общем-то, варианты есть. И поэтому, если не очень хочется сидеть в отеле, отдыхать и нежиться на пляже, то вы можете выбрать одну из таких программ и уже по программе двигаться по стране, посещая достопримечательности. Ну, а вы сама, когда выезжаете, вы больше сидите в отеле или все-таки ездите? Вы знаете, что, во-первых, я очень часто езжу в составе рекламных туров. И вот, как сказала Ирина, в первую очередь, важно посмотреть страну и влюбиться в эту страну. Это, я думаю, что работа мечты. Орел и Рим. Рекламные туры, да, я бы так же поехал. Вот. И поэтому, конечно же, там нет спокойных дней. Там все дни наполнены экскурсиями, осмотрами отелей. Потому что очень важно понять, как... На самом деле важно понимать, как продавать ту или иную страну и какие преимущества у того или иного направления есть. А какие преимущества у компании Интерсити? Ой, о компании Интерсити, о преимуществах я могу говорить. Наверное, очень много. И, ну, начну с того, что первое, мы на рынке туристических услуг уже 25 лет. Мы на самом деле являемся лидером, одним из лидеров на рынке туристических услуг среди туроператоров Беларуси. Вот на что хочу обратить внимание. Вот. Мы продаем собственные туры. Это туры, сформированные компанией Интерсити, более чем по 14 направлениям. И, скажу честно, с каждым годом количество этих направлений растет. Самое главное, еще момент, на что я хотела обратить. Наши туристы всегда при выборе той или иной компании, которой они хотят доверить свой отдых, они обращают внимание на надежность. Надежность нашей компании подтверждена. Ну, во-первых, Интерсити – это бренд, это имя, скажу честно. Второе, мы уже три года подряд являемся призерами народной марки «Выбор потребителей». Вы знаете, что такое народная марка. Это когда потребители голосованием выбирают того или иного представителя либо товаров, либо услуг. В данном случае мы три года подряд выигрывали как туристический оператор. И в этом году мы стали призером в номинации «Туристическое агентство». Три года подряд нельзя. Будут подозревать, что все куплено. Вы знаете, все очень… Надо сделать паузу, дайте кому-то выиграть. Все очень честно, все очень прозрачно. Второй момент – нашей компании есть чем гордиться. Вы знаете, мы первыми запустили чартерную программу на «Тунис». В «Тунис» в 2018 году мы полетели из Минска. В 2019 году мы ее расширили. То есть я хочу вам показать, что компания просто не стоит на месте, она развивается. В 2019 году мы поставили вылеты из Бреста, Гомеля и Гродно. И в 2020 году сюда подключился Витебск. Более того, я… Можно так о новинках. Почему? Потому что это очень важно. Чтобы вы понимали, поставить чартер – это очень нужно много усилий. И все команды нашей предприятия, нашей компании очень дружные, попрошу заметить. Поэтому все получается. В 2018 году у нас были несколько рейсов на Джербу. Вы знаете, что такое Джерба? Джерба – это какой-то обалденный острый. Никогда не было. Дожди, что ты… Абсолютно верно, да. Великий цитат великих людей. Какой-то обалденный острый Джерба. Амна-мада. Вот. И в этом году мы уже летаем на Джербу. Мы расширили чартерную программу. И из Минска мы летаем на Джербу. Чтобы вы понимали, что такое Джерба – это новинка. Очень приятно об этом говорить. Это самый большой остров Северной Африки. Он соединен с материковой частью Туниса на юго-востоке. Что-то Тунис проплачивает. Нет, на самом деле, просто это действительно хороший отдых. Соединен мостом. И на юго-западе там есть паромное сообщение. Что самое главное, когда вы вбиваете слово Джерба в гугл, окей, гугл, Джерба, то, конечно, вам покажут это розовый фламинго, который можно увидеть, да, уже в Тунисе, на белоснежных пляжах. В общем, все как в рекламе Баунде. Пожалуйста, хотите красивые фотографии для Инстаграма? Welcome to Tunes. Это вообще, наверное, такой рекламный ход. Хотите красивые фотографии для Инстаграма? Джерба. Северная Африка. Вот. И еще я хочу сказать о новинке, потому что она становится очень популярной с каждым годом. Мы с 2018 года летаем в Марокко. И это чартерный рейс. Как вы понимаете, если это идет чартерный рейс, то, соответственно, стоимость туров, она очень демократична. Вот. И мы летаем туда уже второй год. Из Минска. Абсолютно верно. Из Минска. И хочу сказать, что Марокко – это сейчас очень модно. И вот среди молодежи, которая летает с нами, пользуется просто большой популярностью. И я хочу анонсировать, что из Минска вот как раз-таки 7 мая на 9 ночей, 10 дней мы летим в Марокко. И как раз-таки вот в этот период вы можете выбрать либо пляжный отдых, пляжи там уже с золотистым песком, не с белым песком, как в Тунисе. А Марокко – это такая... В мае там уже будет хорошо. Там будет прекрасно, да. Как раз-таки не будет изнывающей жары. Вы можете насладиться и отдыхом на золотистых пляжах, потому что это такая изюминка, как это так рекламно сказать, восточная изюминка на берегу Атлантического океана. Вот так вот я бы сказала. И здесь вы насладитесь и пляжами, и восточным колоритом, и просто потрясающими пейзажами. Поэтому рекомендую. Я знаю, почему молодежь летает в Марокко. У меня есть подозрения по этому поводу. Ты не будешь сейчас... Я не буду про это говорить, конечно, ни в коем случае. Оленька, расскажите нам, пожалуйста, вот для ленивых туристов, которые не хотят даже в Минск ехать, не хотят заморачиваться, хотят приехать в аэропорт Гродненский, по каким направлениям вы их можете отправить? У нас полетная программа из Гродно. Это у нас Тунис, как говорили, Болгария, Черногория и Хорватия в этом году. Вот. По Тунису вкратце расскажу, что у нас полетная программа стартует с 4 июня по 27 сентября. Три раза в месяц в четверг и воскресенье. Всего лишь 3,5 часа лететь. Вот. Что касаемо Болгарии, у нас по Болгариям... Так, расскажите. Болгария 10-11 ночей. Из всех регионов мы вылетаем. Если туристы хотят чуть больше, либо чуть меньше, то это только Минск. Почему выгодно именно из Гродно лететь нам? То есть по цене? Или все-таки вот есть... Да, цена билета дешевле, да. Чем нет. Но единственное, что вот я говорю 10-11 ночей, то есть вот... Потому что пользуются спросом. Насколько я помню, всегда полон самолет людей, никогда такого нет. Всегда полон, да. Я вот, например, летаю лоукостами постоянно. Это либо Варшава, либо Литва. Я так понимаю, турфирмы не работают с лоукостами? Нет, почему? Работают? Ольга, я? Кто порасскажет про... Ольга, наверное. Про наши предложения на полетную программу на лоукостах с нашими партнерами. Ранейр, Визаэр. Так. Если вы не знаете, то можете так сказать. Нет, Ранейр, Визаэр мы работаем. То есть у нас есть... Если идут запросы у туристов, мы это все делаем под запрос. То есть конкретно стоимость надо запрашивать, потому что она динамичная идет. Сами видите, когда заходите на сайт Ранейр, к примеру, да, билет по одной цене, далее он может постоянно меняться. То есть эти у нас индивидуально считаются туры. Конкретно, в основном, конечно же, если сравнивать по стоимости чартера и лоукосты, то я бы сказала, что выходит практически одинаково, идентичные цены. Потому что, сами понимаете, собирать пакетный тур, то есть у нас чартер, к примеру, по стоимости не буду вам говорить, но по стоимости, если сравнивать лоукосты, плюс вы берете проживание, трансферы, питание, багаж, плюс еще, то вам иногда даже выходит дороже, потому что, вы сами понимаете, если вы в Европу прилетаете, то там, например, на общественном транспорте вы не всегда доберетесь до своего отеля, к примеру. Что касаемо багажа, да, вот, например, сейчас ручная вкладь как может входить, так, например, дополнительно, к примеру, там 20 килограмм. Нет, они совсем там борзеют уже, они запрещали все, что только можно, если раньше ты мог взять хотя бы 10 килограммов, то да, то сейчас ты должен там доплачивать какие-то бешеные деньги, и постепенно все больше и больше обнуляется, скажем так, ценный слой постов. Подсказывайте, что-то все это хотели подходить. Я думаю, что будет правильно, если турист сам сравнит, то есть составит свой какой-то по цене свой, да, по бюджету свой, да, потом обратиться в Турфизу. Есть у нас поверье в том, что в Турции самые крутые отели, которые только могут быть, потому что турки знают, что такое отельный бизнес и умеют им правильно управлять. Это вам опять кто-то, кто-то сказал, тот, кто что-то говорит, Да, я приехал и убедился в обратном, если честно. Мне не понравился этот резкий сервис, и мне не показалось, что соответствует цена качества. Я скажу честно, что Турция всегда славилась своим сервисом. На самом деле. И когда, например, некоторые страны начинают себя позиционировать новым туристическим направлением, они приглашают турецких отельеров для обмена опытом. Это я видела своими глазами. То есть это есть. Но здесь уже вопрос в том, в каком отеле вы отдыхали. И вот тут постепенно мы приходим к тому, что насколько важно турагенту, насколько важно специалисту по туризму узнать действительно ваше пожелание, вашу ценность, вашего отдыха. В чем она заключена. А что чаще всего? Какие требования у людей? Что они хотят? Давайте, раз уже начали от Турции, выросли. Это зависит, мы понимаем с вами, все зависит от того, каким составом летят туристы. Если мы говорим о семейном отдыхе, то, конечно же, упор делается на те услуги, которые можно получить детям. Это очень важно. Во-первых, это безопасность детей, это питание детей, и это развлечение детей, для того, чтобы родители тоже могли отдохнуть на отдыхе. Ой, ой, прямо немножко. Дело в том, что когда я первый раз была в Турции, в Сиде были дети совсем маленькие, это был чисто отельный отдых. И как-то для меня Сиде остался такой деревней, и Турция ассоциировалась с тем, что надо сидеть в отеле, и больше никуда не выходить. А в этом году я была в Алании, в центре города, там замечательный пляж, на котором не было территорию отеля практически. И вы поэтому гуляли много. И мы гуляли, и там столько развлечений, тренажеров, я не знаю, рядом это замечательная гора, парки, музеи, казалось, что... Что Турция это не только... Понимаете, вот это и ошибка многих людей, многих туристов, когда они приезжают в один из регионов страны и составляют портрет страны на основании этого региона. Это неправильно. Иногда можно вот даже вот взять... Даже не выходя из отеля. Да, Болгарии, например, да. Ой, нет, Болгария, это только с детьми, это только песчаный пляж, там нечего посмотреть. На самом деле, каждая страна имеет огромное духовное наследие богатое, и поэтому при желании там все можно увидеть и все можно посмотреть. Вернемся к турецким отелям. Ну, во-первых, я сказала о том, что очень важно грамотно выбрать отель. Ну, это действительно важно. Поэтому в помощь вам, конечно, опытные менеджеры по туризму, которые видят, которые ездят и специально осматривают отельную базу. Вы понимаете прекрасно, что отельная база растет любой стороны, она растет. Отельный бизнес, он один из самых прибыльных. Вот. И поэтому важно смотреть, важно видеть новинки, важно их рекомендовать наш... Ну, вам, нашим туристам, хотелось бы сказать. Меня рекомендовали все абсолютно. Я на какой отель не тыкну, мне говорили, этот прекрасный отель, а вот этот изумительный. А вот тут, если вы доплатите еще 300, он будет просто сногсшибателен. И я говорю, так есть же плохие отели, наверное, вы должны мне сказать об этом. Вы знаете, мы не работаем с плохими отелями, было сказано мне. И тут я немножко потерял доделение. Я не буду спрашивать, в какой компании вы бронировали тур, но если вы придете в компанию Интерсити, понимаете, вы получите квалификацию. Давайте мы прямо сейчас еще раз напомним наш второй вопрос. Он заключался в том, какой первым... Какой был вопрос первым, да. Первое авианаправление компании Интерсити, в какую страну полетел первый самолет? Давайте мы подскажем, дадим несколько вариантов ответов людям. Например, Болгария, Турция или Тунис? Вам надо выбрать один. Я предполагаю, что Тунис, наверное. А вот выбрать. Да, потому что у нас... А-а-а! В общем, осталось два варианта. Турция или Болгария. Звоните, если вы ответите правильно. Второй матрас будет ваш. 48-01-48, номер телефона прямого эфира. Мы ждем ваши звонки. Меняются тренды из года в год или в принципе все остается... Меняются. Менеются. Тройка лидеров. Можем мы услышать тройку лидеров? Да, тройка лидеров в компании Интерсити. Это Тунис, Болгария, Черногория. Черногория. А что привлекает в Черногорию? Черногория. Вы? Я думаю, прекрасно. Черногория, да. Да. Просто я дам слово Ольге, поскольку у нас есть полетная программа в Черногории из Гродно, и поэтому Ольга... У нас есть полетная программа из Гродно. Также летаем мы три раза в месяц. Всего лишь занимает 2,5 часа. Плюс того, что не нужна виза, так как и в Тунисе тоже не нужна виза. Вот. Завелься, да, забыли, вам напомните. Ни капли не проскальзывают в Тунисе. Надо в программу признавать Интерсити. Тунис. Тунис, да. Так и есть. Из Гродно у нас летает на 10-11 ночей. Вот так же, как и Хорватия тоже. Мы летаем из Гродно на этих же бортах, прилетаем только в Теват. И далее у нас трансфер уже до Дубровника, до курортов. В чем преимущество этого отдыха? Почему мне... У нас есть звонок. Здравствуйте. Вы, наверное, нам хотите сказать, куда первый полетел самолет. Здравствуйте. Здравствуйте. Думаешь, в Болгарии. Правильно. Правильно. И второй матрас улетает. Улетает к вам. Первым самолетом улетает к вам матрас. Да, вернемся к Хорватии. Оставайтесь на связи, мы вне эфира расскажем, как вы заберете свой подарок. Мы возвращаемся к Черногории. А, к Черногории, да. Да, с Вильтом из Гродно. Черногория очень привлекает наших туристов тем, что очень уютная страна. Дешево. Ну, в плане, да, по ценнику идет на качество. В сравнении с чем, девушево, хотелось бы знать. В сравнении с Испанией. С остальной Европой, да. Да, да. Если сравнить с Европой, то достаточно динамичные цены идут. Такие, но более приемлемые, если сравнивать там с Испанией, Италией, к примеру. Если рассматривать, например, Черногория, она более такой зеленый курорт. Много гор, прекрасные лазурные пляжи. Также сочетаются такие вот дремучие леса вместе с экзотической природой. То есть вы можете встретить в Черногории несочетаемое, то есть сочетается несочетаемое по сути. небольшие улочки. То есть достаточно спокойный отдых для тех, кто хочет, например, там сбежать от шума большого города, вот уединиться как-то и отдохнуть морально. И большинство наших туристов сейчас выбирают конкретно такой вот отдых, так как у нас все-таки ритм жизни более шустрее становится. Давайте морально отдохнем. Давайте мы предлагаем посмотреть вам небольшой промо-ролик, который расскажет о преимуществах компании Интерсити. КОНЕЦ 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 А мы продолжаем эфир программы «Окна города». У нас в гостях замечательная девушка, которая работает в компании «Интерсити». Проговорили про Тунис неимоверное количество раз. Давайте же про Египет. Да, давайте поговорим про Египет. Про Египет с компанией «Интерсити». Мы полетели в Египет в 2019 году, расширяем свою полетную программу. И самое главное, Египет все знают. Все знают прекрасно. В рекламе не нуждаются. Да, Египет в рекламе не нуждается. Во-первых, это практически круглогодичный отдых. Это достаточно отдых по демократическим ценам. Но я хочу подчеркнуть, почему Египет с «Интерсити» и почему важно. Вы знаете, наша важность в нашей компании – это наши партнеры. Партнеры, которые принимают наших туристов в странах, где наши туристы отдыхают. Это те самые приятные ребята, которые встречаются в аэропорту. Да, абсолютно верно. Которые встречают вас в аэропорту, которые занимаются расселением в отелях, которые организуют дополнительные экскурсии. Кому вы звоните в случае необходимости. У нас очень замечательные партнеры. Это две наших компании. Мы с ними работаем по некоторым другим направлениям. Они сейчас ярко представлены в Египте, и поэтому мы работаем сейчас в Египте. Почему я говорю про партнеров? Потому что уже третий год подряд наша компания проводит масштабнейшее мероприятие, куда мы приглашаем наших партнеров из других стран, практически из всех стран. Называется она ProDay, Интерсити ProDay. В этом году уже был третий ProDay. Самый масштабный. Самый масштабный. 700 турагентов. Да, почти 750 турагентов приняло участие. Это исключительно компания Интерсити? 750 агентов компании Интерсити. Да, со всей Беларуси. Со всей Беларуси. И плюс у нас были все наши партнеры из всех стран, куда мы летаем и куда летают наши туристы. Поэтому это было очень так. Для нас это очень важно, потому что, чтобы именно турагенты увидели в лицо наши принимающие стороны, пообщались, узнали о последних новинках, так больше доверия. Поэтому для нас это очень важно. Огромный респект мусульманским странам, но давайте перейдем к европейской части нашего мира. А давайте, пока мы не перешли к европейской, мы зададим третий вопрос, заключительный, потому что один одинокий вопрос у нас остался. Так, третий вопрос. Сколько офисов продаж у компании Интерсити? Вместе с офисом в Гродно. То есть мы говорим по всей Беларуси. Общее количество офисов компании Интерсити. 48-01-48, номер телефона прямого эфира. Звоните, додумывайте, не знаю, гуглите, и матрас достанется вам. Возможно, вы поплывете на нем куда-нибудь. В Европу. На Адриатику, например. Пожалуйста. Расскажите нам европейские направления, что самое топовое сейчас, и почему это так? Близкие каникулы или испанские. Адри Хэбберн у нас сидит тут молодая. Значит, я хочу вам сказать, что как, в общем-то, топ таких лидеров держит у нас Греция. Почему? Потому что если мы говорим, что в Греции есть все, то в компании Интерсити есть вся Греция. Материкова и представлены... Мы продаем туры на все греческие острова, поэтому были на материке. Пожалуйста, вы полетите на Крит, Родос, Корфу, Тассос, либо на полуостров Пелопонес. И плюс представлено, в Греции, огромное количество отелей, причем от таких экономичных апартаментов до уже отелей такого VIP-класса, где можно отдохнуть. Потом я хочу сказать, что мы летаем в Испанию. Причем самолет летает из Минска в Испанию, в Барселону каждый день. И тут я хочу подчеркнуть, что Испания стала пользоваться огромнейшей популярностью. Во-первых, эти широкие пляжи, прекрасный отдых для детей, Порто-Вентура, куда можно съездить, парк мечты. Я там тоже была, скажу честно. Это Салово, кажется. Да, да. И как раз-таки, возвращаясь к Салово, Коста-Дораде, в этом году мы летаем в Реус. Реус – это аэропорт, два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Родина Гаудзи. Да. Мы летаем, это 12 километров от Салово. Поэтому очень удобно добираться. И тот, кто ценит Салово, а вот для отдыха с детьми, как раз-таки я рекомендую Салово. Потому что очень широкие песчаные пляжи, постепенный заход в море, поэтому здесь... Замечательные велодорожки. Порто-Вентура. На которые можно ходить на суперэкстремальные просто. О, у нас звонок. Пока мы тут расчувствовали. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Алло. Скажите, пожалуйста, какое количество офисов компании Интерсити и матрас ваш? Десять. Нет, к сожалению, это неправильно. Скажите, подскажите, больше или меньше? Меньше. Меньше офисов. На перспективе еще больше. Да, на перспективе. Мы ждем еще звонков ваших вариантов. Не отчаивайтесь, можете позвонить нам еще раз. Продолжу. Да, возвращаюсь к Санине. Давайте погуляем немножко. Возвращаемся дальше. Идем дальше, да, мы идем дальше. Мы летаем в Италию. Причем Италия у нас представлена по четырем направлениям. Это Венецианская ривьера, это Адриатическая ривьера, и это Улисская ривьера, а также мы летаем на Сицилию. Венецианская пока не поздно. Это что, Лидо? Да, Венецианская, это Лидодиезола, Вильяна. Если мы берем Улисскую ривьеру, ну, один из курортов это Тарачино. Самый такой популярный. А Бибиона нет у вас? Есть, в этой уже идет Венецианская ривьера, это как раз-таки все рядышком один регион. И если это уже Адриатическая ривьера, то здесь мы прилетаем в Риме, и, соответственно, Риме у нас самый популярный регион. Венецианскую ривьеру нужно посмотреть как минимум, потому что совсем скоро ее может вообще не стать. Ну, мы будем надеяться, что этого не произойдет. Мы надеемся, конечно, что этого не произойдет, но вот последние события прям меня удручают. И хочу подчеркнуть, вот мы говорили про Адриатику, Ольга говорила про Черногорию, про Хорватию. Я хочу сказать, что четыре года на рынке Беларуси уже есть такое направление, как Албания. Албанию называют жемчужиной Адриатики. Подождите, все-таки третий матрас хочет уйти от нас. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я думаю, что девять описов. Это правильный ответ. Спасибо вам большое. Слушайте, так первый недалеко ушел от правды. Я думаю, что там совсем небольшая разница. Это третий матрас ваш, и, возможно, на нем вы будете плавать в Албании. Абсолютно верно. Да, настолько человек хотел матрас, что даже не поздоровался с нами. Сразу ей девять. Разволновался, разволновался. Девушка, я продолжу про Албанию. На самом деле это такая новинка и очень яркая новинка, потому что Албания находится на... Там находятся два моря, и, например, в одном из регионов Албании, в Афлёре, вы можете прямо находиться на слиянии двух морей, на Адриатическом и Аническом. И это можете видеть. Поэтому помимо хорошего пляжного отдыха, помимо богатой экскурсинга, она действительно очень богатая в Албании. Но Албания, это, вы говорите, новое направление, насколько я видела фотографии. Четыре года. Четыре года, но это же немного, по сути, да? Насколько там аккуратно? Я просто как раз таки, как и по поводу Болгарии, слышала о том, что там такой совок-совок, что там еще не развита дурнгизия. Вы знаете, что я была в Албании в конце сезона 2019 года, когда уже уехали практически все туристы, было тишина спокойствия. Я хочу сказать, что когда развивается новая страна, я люблю смотреть новые страны, вот именно, когда они выходят только на рынок, потому что, поверьте, придет еще 10 лет, и, возможно, Албания станет далеко, и нам не по кошельку, когда она разорвется, как такое масштабное туристическое направление. Да, стройка присутствует, потому что понятно, что строятся новые отели. Но это нисколько не мешает отдыху. Но скорее они, наверное, имеют в виду не то чтобы совок, а скорее меня даже безопасность смущает в Албании. Скажу честно, Албания входит в пятерку самых безопасных стран. А, самых безопасных. Самых безопасных стран. Наряду с Болгарией. Наряду... Ну и... Вы все за свое, да? Вот видите, я как бы все направления компании озвучиваю. Нет, я просто, ну, раз в пятерку. Да, поэтому отдыхать там безопасно, отдыхать там бюджетно, потому что направление только развивается. Плюс, имея, например, Шенген-визу, вы можете посетить Италию, которая рядом находится. Буквально на пароме. Да, буквально на пароме. И рядышком расположена Корфу. Ну, это странная реклама Албании. Вы можете посетить Албанию, потому что вы можете посетить Италию. В принципе, дело в том, что Италия, это дорого. Объединить несколько стран в одной поиске, это как раз-таки хорошее предложение для тех, кто не любит. То же самое, когда мы едем в Болгарию, мы тоже можем поехать в... В Турцию, причем именно Стамбул смотрит с территории Болгарии, а не с территории Турции. И он ближе, да, я в этом году была разочарована, когда поняла, что из Алании я не доеду на Стамбу, что надо было... Насколько я помню, там где-то высоко в горах находится граница. Даже когда мы проходили, там пограничники ходили в кислородных масках. Или я ошибаюсь? Нет, вы ошибаетесь. Это была анзор. Значит, это была какая-то другая граница, судя по всему. Закончилась Европа. С Европой закончилась. У нас осталось азиатское направление, которое просто в последние годы... Оно у нас, да, очень, скажу честно, пользуется популярностью. Особенно сейчас, вот в этот период, такого межсезонья, просто Шри-Ланка. Она просто на пике популярности. И мы летаем... Да правда летают люди туда? Очень. Класс меня радует. Из Минска? Абсолютно верно. Из Минска мы летаем, летает авиакомпания Лут. Пересадка 45 минут в Варшаве. Она нисколько не напрягает наших туристов. И дальше уже мы летим... А сколько перелет? Порядка 10-11 часов он занимает в сумме. Значит, здесь у нас упрощенный визовый режим. Визу вы можете получить либо по прилету в аэропорту, либо оформить ее заранее, оплатив карточкой. Ну и все, наслаждайтесь райом. Ну и кроме прочего, мы должны сказать, что несмотря на то, что лететь 10 часов, в авиакомпании Лут работают просто прекрасные стюардессы, которые... Это уже рекламная компания Лут. Закрывают глаза на все абсолютно. Большой привет, спасибо большое за тот полет в Болгарию. Скажите, пожалуйста, люди у нас любят путешествовать по земле? Или все-таки выбирают больше самолетов? Вы знаете, что я хочу сказать, что полетная программа из Беларуси расширилась все очень хорошо. Стоимость туристических пакетов уменьшилась. И тоже очень хорошо. Если сравнивать стоимость пакетов Египет, которые сейчас... Сейчас есть предложение с той стоимостью, когда Египет только вышел на рынок, это, конечно, в разы... Да, небо и земля. И поэтому многие, кто попутешествовал, например, в автобусных турах, предпочитают все-таки... Ты пережил два дня ада, никогда не вернется уже. Тем более перелеты, они действительно... Ну вот я не говорю про экзотические направления, я говорю про Болгарию, Албанию, Хорватию, Турция 3 часа, там 30 минут, Египет 3,50, Тунец 3,50. То есть это все очень легко переносится. Да, час 40, час 50, час 40 в зависимости. Кипр тоже, кстати, наше очень яркое направление, он такой сочный. Вот мне, когда говорят Кипр, мне почему-то представляется здесь такой апельсин, такой остров, мне кажется, там постоянно светит солнце, ну, я не знаю, очень позитивный такой настрой всего населения, и у туристов в том числе. Поэтому Кипр мы летаем, летаем прилетом в аэропорт Ларнака, поэтому, как видите, более 14 направлений мы можем подобрать ту страну, которая вам реально приедет. Скажите, пожалуйста, что такое гарантия от невыезда? Гарантия от невыезда, это эксклюзив нашей компании, скажу честно. Гарантия от невыезда предоставляется на туры оператора Интерсити, и в случае, если вашего заболевания, либо госпитализации, мы возвращаем вам 90% от стоимости тура. То есть это очень выгодно. Это сильно. Да. И это услуга бесплатная. Да, это услуга бесплатная. За дополнительную плату, но мы очень рекомендуем нашим туристам, особенно тем, кто бронирует туры на раннем бронировании, и отдыхать будет с детьми, ну, в общем-то, и даже если это без детей, мы рекомендуем еще дополнительно страхование от невыезда. Наш партнер – это компания «Белгострах». Мы работаем уже давно на рынке туристических услуг. Вот здесь уже более расширен перечень, в каких случаях вам будет осуществлен возврат, и он достаточно большой. Я не буду перечислять, потому что так немножко страшновато. Начинаешь пугать, там, в случае пожара, еще что-нибудь. Вот. Стоимость этой страховки составляет 1% на человека от стоимости тура. Это немного. Но зато вы получаете гарантию 100% возврата. Лучше перестраховаться. Да, лучше перестраховаться. Олечка, как часто приходят люди, которые совершенно не знают, куда они хотят полететь, не понимают, какой отдых им нужен, вот такие чистые листы. И вы сами подсказываете им, что вот это будет идеально для такого отдыха, а это для такого. Как часто такие случаи бывают? Насколько люди смелые у нас в этом плане? Приятно. Приятно удивлена, что в последнее время большинство туристов уже подготовлены, уже знают, что такое раннее бронирование, уже интересуются заранее, прежде чем прийти куда-то. То есть, по крайней мере, смотрят, как разные программы, передачи на ютубах. Про Болгарию. Хотят что-то, да. Но есть, конечно же, такие люди, которые просто идут мимо, заходят и вот хотят куда-то улететь. Конечно же, мы с ними общаемся, пытаемся узнать конкретно их потребности. Какие потребности? Вот я не знаю, я прихожу тюфяк такой совершенный. Вот у меня есть гроши, есть желание отдохнуть неожиданно. Вот посоветуйте мне, что это неожиданно. Да, ведь в Тунисе. Да, Тунис, точно. У нас сегодня, да, одно направление. Какие приоритеты в основном? Это визовые и безвизовые страны сначала уточняются. Визовые. Визовые. Да. Хотите ли вы пляжный отдых, либо активный отдых? Активный отдых. Я хочу активный пляж, у меня же матрас есть, в конце концов. Матрасный, конечно же. Если визовые, то можно уже рассмотреть более масштабно. Например, это Европа, смотря какой месяц вы хотите. Если это лето, либо зима. Нет, я хочу в мае, моя хорошая месяц. Да. Вот в мае могу вам предложить идеальный Кипр. Шикарный. Кипр, Марок. Идеальный вообще на Кипр. Шикарное Средиземное море. И вот где была на Средиземном море, там такие оттенки просто вот изумительные. Анечка, вы займете мне денег на Кипр? Ну и джерба. Ну и джерба обязательно, конечно же. Как же без посещения. Нет, ну просто сказали визовое, а джерба без визовое. А джерба без визовое, да. Давайте тогда, да, по визовым остается у вас Кипр. Да, тогда вам советую, конечно же, Кипр. Вы будете очень приятно удивлены этой страной. Все, пошли уже стандартные программные заявления. Давайте про без визовое. Быстренько у нас две минуты. Если вот мы про без визовое страны говорим, про ту же Болгарию. Болгария визовая. Нужна. Но там очень облегченный режим, только паспорт и фото. Больше у вас ничего не надо. И а деньги? Я имею в виду в посольстве. То есть вы все сделаете сами? Да, да. И заранее? Без личной подачи, то есть наш визовый отдел все делает. Оформляет все необходимые документы. Оформляет все необходимые документы и все. Все, мы на низком старте. Мы уже хотим куда-нибудь полететь очень срочно. После такого замечательного эфира. Ну и если вы не хотите, допустим, в Минск, то это помните, да, что летает из Гродно? Да. Конечно помним. Конечно помним. Как же не помнить, да. Болгария. Тунис, да. И Черногория. И Черногория. Спасибо вам большое за то, что были с нами. Это был очень веселый эфир, вдохновляющий для нас. И я думаю, для наших телезрителей, у которых есть уже три матрасы, которые будут выбирать направление. Давайте только проговорим адреса ваших офисов, куда им бежать идти. Только еще один такой нюанс. Наше офис открывается 14 февраля. Мы приходим в Гродно, в День влюбленных. И мы поэтому от всей компании Интерсити желаем любви. И в первую очередь любви к ярким новым впечатлениям, к новым открытиям. И к невероятным эмоциям, конечно, с компанией Интерсити. Абсолютно верно. Нас вы можете найти по адресу Карломакса 7. Уже прекрасная вывеска висит. Мы ярко определены там. Все в Интерсити. Спасибо вам большое за то, что были этот час вместе с вами. Анна Руда, Ярослав Чичин. Помните о том, что тратить деньги на путешествия – это важно и нужно. Это единственное, на что их можно тратить, не задумываясь и не напрягаясь. Поэтому путешествуйте. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.